В этом году исполняется 25 лет с момента распада Советского Союза и возникновения проблемы Черноморского флота в связи с тем, что Украина решила, попросту говоря, его забрать. Военные округа на территории Украины приняли присягу на верность этой стране. Черноморский флот отказался это делать. Фактически в конце 1991-1992 года началась третья оборона Севастополя. Инициатором, идеологом и организатором сохранения Черноморского флота для России стал адмирал Игорь Владимирович Касатонов. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Хочется вам сначала слово предоставить. Спасибо. Конечно, вот сегодняшнюю положим дата такая, 18 число, 18 октября. Ну, а так с августа месяца исполняется 25 лет любой дате, которая связана с развалом мощного, огромного государства Советского Союза. И, конечно, влияние на судьбы различных людей в различных регионах. Ну, например, в настоящее время, 19 числа, я находился в Средиземном море. Подходил 52-ю точку. Мы подняли всю авиацию, которая у нас была на борту, вертолеты, крейсеры Москвы. И проводили учения. Ну, и, конечно, тогда даже трудно было предположить, что к судьбам всех севастопольцев, всех севастопольцев, крымчан, Черноморского флота подбирается такая угроза и большая беда. Нас, вот, политики решили лишить родства с Россией, присвоить нам другое родство. Хотя тогда, может быть, как-то и неплохое, значит, но любой россиянин воспротивится, когда почему-то без него чего-то решили, там, уйти на Украину и так далее. Поэтому вот каждый день, в том числе, например, завтра 320 лет российского флота, ну и так далее. Мы об этом не знали, но, вы знаете, в декабре уже события настолько уплотнились, в том, что вот произошло 8 декабря Беловейская пуща, а 11 декабря в Киеве мне и трем командующим кругов Леонид Макарович Кравчук объявил, что он верховный главнокомандующий в новом государстве. Мы подчиняемся только ему. Надо принимать новую присягу и вообще жить надо по-новому. Естественно, мы, как федеральные люди, мы стали сразу звонить Москву, в чем дело там и так далее. В Москве молчание. Ну, а с этого времени началось такое прессинговое давление. Приезжайте в Киев, давайте, формируйте концепцию вооруженных сил Украины, флота Украины. И мы, как бы так, слегка участвовали, конечно, но мысль то, что с какой-то присягой придется увязывать и какие-то вопросы решать только в Киеве, это не входило ни в какие рамки, потому что флот всегда был таким организмом такой структуры, как один корабль строили тысячи предприятий по территории всего Советского Союза. Поэтому я полагал, что это было неприемлемо. И, конечно, я вот лично, как россиянин, не увязывал судьбу своих детей с Киевом там и так далее. К концу года эта становка все более и более уплотнялась. И 26 декабря я дал крайнюю последнюю телеграмму о том, что обстановка очень сложная. Обстановка сложная в Грузии, где в поте стоят наши корабли. Очень сложная обстановка в Молдавии, где стоит истребительная дивизия МиГ-29. И под угрозой то же самое. Но самое главное, что в Севастополе, с Украиной. И Украина по всем системам видно, что она, флот, в себе стремится переподчинить. Делать это как и местечково, так и через командование. Ответа из Москвы никакого не последовало. Поэтому, опасаясь вообще негативных всех последствий, процессов на боевых кораблях, я принял решение, что мы объявляем подчиненность только России и готовы взаимодействовать с Украиной во всех аспектах, как это может диктовать обстановка. Эти предложения я доложил военному совету флота. Военный совет флота полностью принял такие предложения, поддержал меня. А на все корабли и части я дал телеграмму о том, что неправомерно подчинять флоту Украины, где 47 национальностей. И что мы подчиняемся России, президенту России, но будем взаимодействовать с украинскими властями, как это может быть, в соответствующих рамках. Мне все командиры частей Соединений дали ответ. Ясность подтверждаю. Это вот было тем знамением времени, которое обусловило негативные реакции, негативные действия руководства Украины против флота. И, конечно, они встряхнулись, но немножко это затронуло и Россию. Какие-то признаки пошли, что формируется переговорный процесс, какие-то делегации. Но это никоим образом не останавливало руководство Украины о том, что проводить агитацию. Было такое слово нехорошее, что каждый должен определиться. Ну, вот как пьяные вроде ходят, определяются, куда идти. Так вот такую незавидную роль они предлагали членоморцам. И эти процессы шли наряду с другими процессами, потому что менялась государственная подчиненность, менялась стиль работы государственных структур, происходила укранизация и так далее. В этом плане, конечно, я просил поддержки из Москвы, которой никакой не было, кроме моральной. Ну и, конечно, держал флот в системе подчиненности, управления. И не давал каким-то эмиссарам, каким-то пришлым агитаторам посещать корабли и части. А флот продолжал заниматься боевой подготовкой, как это было положено, под циклом, который был установлен еще в советское время. Ну и вы знаете, в общем-то, флот проявил свое единство. Кто-то, конечно, старался сбежать, кто-то извлечь какую-то выгоду и какие-то преференции из всего этого процесса. В основном это были недисциплинированные, нациалистически озабоченные люди. А так флот держался. И я скажу, что вот 29 января на флот прибыл президент Ельцин, Новороссийск, который имел со мной продолжительную беседу, побеседовал с моряками. И это была уже такая прямая, правда, не юридическая, но большая моральная поддержка. Поэтому вот флот у нас устоял, флот у нас есть и слава Черноморскому флоту. — Игорь Владимирович, сейчас реализуется целый комплекс мероприятий в связи с 25-летием этих событий. Подробнее о них. — Действительно, дата такая, 25 лет, юбилейная дата. Наша вот прямая такая однозначная борьба третья обороны Севастополя, она продолжалась до 3 августа. 3 августа — это было подписано Ялтинское соглашение между президентом Ельцином и президентом Украины Кравчуком о том, что Черноморскому флоту является переходный период. Черноморский флот базируется в Севастополе. Какие-то структуры будут выделены Украине, и Украина тоже будет строить свой флот. Но что мы находимся в Севастополе? Это было, конечно, подвигом черноморцев, это было особым знамением, когда флот, не исходя с мест исторического базирования, векового базирования, вышел из правового поля Украины, которое вот, значит, хотело весь флот подчинить, и вошел в правовое поле России. Мы все были россиянами, слава богу, и никто, никакими гражданами Украины не остановился. Дети наши имели прямой выход на все учебные заведения российские, менталитет сохранился российским, и, конечно, в процессе дальнейшего переговорного процесса все было очень четко, стойко и полная поддержка руководства России. Но это было уже потом. А вот 7 месяцев надо было выстоять, и черноморцы 7 месяцев выстояли. Ну, а что касается мероприятий, связанных с... Мероприятия, связанные с этими процессами, это мероприятия будут вообще большие. Ну, во-первых, мы уже провели юбилейное заседание военного совета. Флота – это военный совет, тот, который был в то время. И те, будем говорить, выдающиеся, неординарные начальники, которые руководили огромными коллективами. Ну, хотим, не хотим, морская составляющая флота была очень большая. Порты были в Измаиле, в Одессе, Очакове, Николаеве, Херсоне. Все порты Крыма, Новороссийск, Поти, в Топсе. То есть, это была огромная вообще аудитория с точки зрения того, что управление было весьма сложным, управление было гибким. Ну, и, конечно, в этот тяжелый период все были под этим управлением. Мы будем, ну, во-первых, 4 января будет записано мое выступление на телевидении. И все должны, конечно, будут, наверное, с интересом это дело слушать и смотреть 4 января. В феврале, 29 февраля, дата 25 лет, как были перезахоронены наши знаменитые адмиралы в Владимирском соборе. Это Лазарев, Нахимов, Корнилов и Стомин. Мы, так сказать, кланяемся этим адмиралам. А в апреле будет конференция. 5 апреля планируется конференция. Как раз 5 апреля президент Украины Кравчук, он еще раз взял флот под свою юрисдикцию. А 7 апреля Борис Николаевич взял нас под российскую юрисдикцию. Две такие красивые юрисдикции. Ну, сами понимаете, какую юрисдикцию я выбрал. И вот будет конференция. На конференцию будут приглашены все ученые, очень многочисленные. Ну, как Ивашов, как Нарочницкая, другие те, которые занимались этими процессами. И я скажу, что мы очень ожидаем от этого конференции участия и других севастопольцев. В мае месяце мы будем отмечать очень такую серьезную годовщину, во-первых, связанную с флотом, с юбилеем флота, с юбилеем города. И, естественно, это будут совместные акции. Но, опять-таки, я буду выступать перед ЗАГС собранием, буду выступать на той аудитории, которую мне предложат нынешнее руководство. Ну, а день флота есть день флота, потому что день флота, который мы отмечали до 92-го года, его Украина проводить запретила, естественно, по политическим соображениям. Но я его не только провел, а провел специально три генеральные репетиции, на которых были только андрейские, советские и российские флаги. Это, как бы, конечно, ну, немножко обиделись украинцы, но, тем не менее, потому что это историческая правда. А 3-го августа, день подписания Ялтинского соглашения, это тоже такая дата особенная, и тоже мы будем, так сказать, эту дату отмечать. Далее, безусловно, в течение года мы будем отмечать всех ветеранов, будем отмечать те события, которые непосредственно связаны с историей Севастополя, Крыма, и, безусловно, участвуют тоже в всех мероприятиях. А вот 25-летие именно будет отмечаться в эти даты. Здесь есть, конечно, и ряд других знаковых дат. Ну, например, знаковые даты, которые связаны с тем, что сюда, в Крым, к нам приехал экс-президент Соединенных Штатов Америки, Форд, и премьер-министр Великобритании Каллоген. Ну, возможно, у нее было какое-то прощупывание, хотя поездка ей была туристическая. Но, тем не менее, я сумел пригласить их в Ялту, в Ливадию, где они посмотрели дворец, где шли переговоры большой тройки, и где шли именно переговоры о формировании ялтинского послевоенного мира, который до недавнего времени был. Это было очень знаковое событие, потому что о чем говорить, так говорить об этом. Ну, я хотел бы сказать, что, например, 5 мая 92-го года Крымский Верховный Совет принял свое постановление самостоятельности Крыма. Крыма. Это тоже знаковое событие, но оно касается крымчан и так далее. Это было тоже неприятно для Украины. А так, конечно, во славу России, во славу российского флота, крымчан, севастопольцев, все это будет проводиться. Игорь Владимирович, ваш приезд в Севастополь связан с работой как на флоте, так и в городе. Я знаю, что вы участвуете в съемках фильма, вот как раз-таки об этих событиях. У нас остается буквально минутка, но если вкратце можно, пожалуйста, об этом фильме рассказать. Ну, конечно, я консультирую киносъемочную группу. Дело в том, что я участник, я организатор всех этих событий, поэтому я с удовольствием передаю свой опыт и правду. Есть мои книги, есть мои статьи неоднократные, поэтому им это все помогает. А так, на флоте я рассматриваю проблему освоения новой техники, которая сейчас идет уже на флот нарастающим итогом. Поэтому у Черноморского флота очень хорошие перспективы, как у всех севастопольцев, как у всех крымчан. Я думаю, с этим многие согласны. Игорь Владимирович, спасибо, что сегодня к нам в студию пришли, нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, первый заместитель в главкома ВМФ Российской Федерации с 1992 по 1999, а ныне советник начальника Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Владимирович Касатонов. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин